В сложных условиях эксплуатации одним из основных свойств разнотехнологических машин является подвижность. В свою очередь, одной из главных задач поддержания подвижности является задача поддержания проходимости, которая в свою очередь делится на опорную и профильную. В рамках данной работы мы исследовали профильную проходимость. Профильная проходимость характеризует способность транспортно-технологических машин преодолевать неровности пути без инженерного вмешательства. Наиболее характерным и сложным случаем движения является преодоление транспортно-технологическими машинами барьерных препятствий, представленных на данном слайде. Поэтому данные препятствия являются одними из основных для оценки профильной проходимости. Как правило, возможность преодоления данных препятствий характеризуется такими параметрами машины, как продольный и поперечный радиус проходимости, максимальная высота преодолеваемого эскарпа и максимальная ширина преодолеваемого рва. Далее. В различное время изучением взаимодействия движителей, многолосных колесных машин с барьерными препятствиями занимались как отечественные, так и зарубежные ученые. Вопросами, связанными с определением радиусов продольных и поперечной проходимости, занимались такие ученые, как Агейкин, Бейкер, Гришкевич, Гуськов, Коровец, Песков. Предложенные ими зависимости представлены на слайде. Далее. Определением максимальной высоты преодолеваемого эскарпа или ступеньки занимались такие ученые, как Агейкин, Литвинов, Песков. В зависимости также представлены. Среди работ по определению максимальной ширины преодолеваемого рва можно выделить работу Агейкина, работу Барахтана, Белякова, Кравца и работу Пескова. Зависимость, предложенная в работе Барахтана, Белякова, Кравца, наиболее удобна с точки зрения практического применения. Однако она, так же как и все остальные, базируется на допущении о недеформированности препятствий. Другими словами, геометрия препятствия при взаимодействии с движителем колесной машины остается постоянной. Но в условиях местности это маловероятно. Общим случаем является разрушаемое препятствие как эскарп, так и ров. Однако при взаимодействии с разрушаемым эскарпом или ступенькой его разрушение способствует его же преодолению. А при взаимодействии с разрушаемым рвом обрушение его стены ведет к его уширению, что снижает возможность преодоления данного препятствия. Далее. Получается, что в действительности параметры профильной проходимости колесных машин, выбираемые при их проектировании, являются завышенными. В связи с этим, подход к их проектированию нуждается в уточнении и пересмотре ряда положений. В связи с этим, в 2012 году коллективом Нижегородского государственного технического университета под руководством профессора Белякова впервые была предложена модель разрушаемого рва. Данная модель со стороны транспортного средства учитывает такие параметры, как диаметр и ширина колесного движителя, также масса и распределение массы по осям, а также колесную базу и межиссивое расстояние. Со стороны опорного основания данная математическая модель учитывает такие параметры, как связанность грунта, угол внутреннего трения и угол естественного откоса. До настоящего времени данная математическая модель до 2017 года данная математическая модель не была проверена экспериментально. Далее, для верификации полученных теоретических данных были проведены экспериментальные исследования максимальной ширины преодолеваемого рва многоосно-колесной машины полной массой 700 кг. Испытания проводились в окрестностях города Нижнего Новгорода на берегу реки Волга. Далее, в качестве объекта исследования было выбрано многоосное колесное транспортное средство корсак, технические характеристики которого представлены на данном слайде. Далее, для проведения данных экспериментальных исследований было подготовлено несколько видов рвов на однородном основании типа песка и неоднородном основании. Далее, на слайде представлены характерные фрагменты преодоления препятствий типа рвов и застревания на данном препятствии. Далее, хотелось бы показать вам видеофрагмент одного из испытаний. Ну и, собственно, произошло застревание. Это просто переключиться, да? Далее, для определения физико-химических свойств опорного основания использовались такое оборудование, как пенетрометр грунтовой ПГ-1 и полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9. Полученные данные, которые были в дальнейшем использованы для расчетов, приведены в таблице. Далее, на слайде показаны показаны разрушаемые барьерные препятствия типа рвов после взаимодействия с двигателем колесной машины, также фрагменты непосредственных замеров измерения геометрии, а также приведена таблица с результатами экспериментально-теоргических исследований. Далее. В ходе дальнейшего анализа протекания процесса взаимодействия было установлено, что данная математическая модель в неполной мере отражает реальный характер взаимодействия. А именно, в связи с этим математическая модель была уточнена и дополнена. А именно, первое, данная модель приняла пространственный вид. А именно, в формуле при учете сопротивления грунта обрушения от трения помимо поверхности сейчас, помимо сюда, да? Помимо поверхности 3, также теперь учитывается поверхность 1 и поверхность 2, что как бы соответствует естественному виду разрушения препятствия. Далее. Второе. Также была учтена неоднородность опорного основания. Соответственно, предыдущая формула была справедлива только для специально подготовленных рвов на однородном грунте типа песок. Но общим случаем является все-таки препятствие на неоднородном грунте. С этим в модель был введен учет наличия слоя дерна. И также учитывались такие параметры дерна, как толщина слоя, связанность дерна, толщина связанность и сопротивление и связанность дерна. Далее. Данная математическая модель была также проверена уже на неоднородном грунте. и снизу приведены результаты экспериментально-теоретических исследований. В итоге мы получили, что по результатам проведенных экспериментально-теоретических исследований была подтверждена аббекватность данной математической модели. Расхождение теоретических и экспериментальных исследований А именно величины уширения рван На однородном и неоднородном грунте Составило 16% Вот такое было проведено исследование Спасибо за Ваше внимание Спасибо большое Уважаемые коллеги, вопросы есть? У меня такой вопросик возник Здесь исследования были проведены на идеальных рвах Прямых по стенкам А если говорить, что это не специально подготовленный ров А чисто природные явления, которые уже имеют вот такую форму По логике проходимости, в принципе, еще падает больше Понимаете, какая интересная история? То есть он становится по факту шире Хотя вроде бы в него удобнее заезжать, может быть Вот тут какая особенность есть Я постараюсь так объяснить Вообще наличие данного препятствия Обуславливается достаточно большой прочностью грунта То есть если это достаточно пологие края получается То они, собственно, и препятствием, барьерным уже не считаются Это получается просто движение в уклон Или еще как То есть само наличие данного препятствия обуславливается достаточно прочностью В данном случае стены препятствия Вот не надо скрывать Основатель проходимости все-таки в России Агейкин Один из основателей Вот это записано второе условие движения через ров Вот в такой форме Первым условием является наличие достаточно прочной стены То есть если они обрушаются То вот эти вот геометрические зависимости Которые Они уже как бы тут не работают И, собственно, наше исследование и является продолжением Продолжение, наверное, поняли По сути получается, что Как раз учитываете вот это обрушение В стандартную формулу, которая как бы вот используется для определения ширины Мы как раз и вводим поправочный коэффициент Который учитывает обрушение стенок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова